Так, итак, дорогие друзья, все, я приехал в Тиев, приехал я в Тиев, слава Богу, сейчас у нас будет уже 102 урок, 102 урок, представляете, как мы двигаемся, когда такие цифры вижу, я очень радуюсь, потому что я радуюсь тому, что постоянство это самая большая сила. Знаете, как рабе Атива стал самым великим мудрецом в еврейском народе? Он шел, и он увидел, как вода капает на камень, и когда он увидел, как вода капает на камень, он сказал, о, если, говорит, вода, которая капает на камень, сделала дырку в камне, так, говорит, неужели слова Тора, они мне в голову не войдут и не пробьют там дырку? Конечно, пробьют. Ему было уже больше 40 лет, и он стал самым великим мудрецом, то есть он начал учиться постепенно, каждый день, буквы вначале выучил, потом он начал учить, вот так вот, слой за слоем, слой за слоем, и главный вот этот вот стиль, как вода капает на камень, прям настойчиво, 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 оп, и ничего не может устоять перед настойчивостью. Хорошо, значит, мы продолжаем, 102 урок у нас уже, мы изучаем сейчас 14 глава книги, притчи царя Соломона, Мишли на иврите, Мишли это примеры, и он с помощью примеров нам рассказывает, объясняет, как работает мир, и сегодня у нас 15 отрывок, я понял очень много о себе, о своей жизни, и, значит, смотрите, до этого мы изучали, что есть у нас, если мы посмотрим чуть назад, что есть люди, которые грешники, да, есть разные категории людей, все люди разные, есть грешники, которые называются ксиль, грешник по вожделению, он, он понимает, что есть добро, есть зло, есть тора, есть заповеди, но он хочет грешить, он говорит, ну, ну, не могу я не, он даже не то, чтобы грешить, это очень видно даже в простых вещах, есть люди, которые не могут утром встать, они понимают, что им надо встать, сделать зарядку, но они не могут, так они себе говорят, что они не могут, то есть, каждый человек, естественно, может, это обман, что, что они не могут, это просто их убеждение, что они не могут, потому что, если бы мы сейчас подошли и сказали, я тебе сейчас ногу отрублю или вставаю, он бы, естественно, вскочил бы, как этот самый, как ужаленный, или ему бы сказали, мы тебе сейчас тысячи долларов дадим за зарядку, он бы вскочил, начал бы делать зарядку в 5 утра. Или сказали бы ему, продержись месяц, 30 дней, получишь миллион долларов наличными. Конечно бы он бы вставал в 5 утра каждый месяц, и целый месяц, и вставал бы, и делал бы зарядку, и марафон бы пробежал, если надо, за миллион долларов. То есть у каждого из нас есть огромный потенциал, огромные силы, но большинство людей, как только им становится чуть плохо, они привыкли сдаваться. И вот этот Ксиль, у которого он знает, что есть Тора, есть заповеди, есть Бог, есть возможность, выполняя заповеди, приближаться к Богу, он говорит, я не могу, у меня нету сил. Это грешник, который называется Ксиль. Второй тип грешника это Ивэль. Ивэль, он говорит, Бог, какой Бог? Я не знаю, какого Бога. То есть что это за история Тора, не Тора, мудрецы? Какие мудрецы, говорит Ивэль? Я сам себе мудрец. Ивэль это скептик такой. Ему вообще сложно, этому скептику вернуться к Богу, к Торе, потому что он привык все отрицать. Теперь про них написано, что когда они делают зло, у них в сердце все-таки тинькает, и они чувствуют, что они делают зло, и жизнь у них неспокойная. У них жизнь неспокойная, а их все время внутри как бы съедает вот это вот чувство, что что-то не так. Теперь в пятнадцатом отрывке нам царь Соломон говорит, что есть еще другие категории людей. Есть категория, которая называется пяти. Пяти это наивный. Наивный Яамин Леколь Давар, говорит пятнадцатый отрывок. Значит, наивный верит каждому слову. Он поймет для своего счастья. Он понимает для своего счастья. Значит, есть категория людей, которые они не мистики, они не думают особо о духовности вообще. Они такие материалисты. Материалисты, то есть они живут вот именно в мире материальном, краткосрочной перспективы. Вот они хотят, чтобы все было хорошо. Они, в принципе, неплохие люди. Они просто не выходят в категорию добро, зло, правильно, неправильно. Они хотят, чтобы было все хорошо. И эти две категории людей, они называются наивный. Это одна крайность. Хитрый это другая крайность. Наивный он всем верит. Он такой доверяет всем. Такой простой, хороший парень. И ему что сказали, он верит каждому слову. Хитрый он наоборот. Он не верит ни одному слову. То есть это как бы потенциал наивный. Он легко может стать к силям, вот этим вот грешником, который грешит, потому что он не может справиться со своим телом, со своими эмоциями. А хитрый он легко может стать скептиком. Если бы его интересовала духовность, он был бы скептик. Но хитрого его духовность не интересует. Он в материальном мире пытается выкружить себе наиболее такую хорошую жизнь. Теперь, значит, это две категории людей. Что интересно? Что у этих двух категорий, у них есть, у обоих есть шансы, есть у них шансы стать или же злодеями, или стать очень духовными людьми. Праведниками. Каким образом? Наивный, для него важно, кому он прикрепится. То есть, за кем он пойдет, чему слово он будет верить. Если наивный поверит слову Гитлера, чтобы стерлось его имя, он станет убийцей, который будет даже без малейшего сомнения в сердце идти убивать. Если же наивный станет последователем, там, Махатмы Ганди, он пойдет за Махатмой Ганди. То есть, за Трампом, за Трампом, за тем угодно. Наивный, у него единственный шанс в этом, в духовном плане преуспеть, если он пойдет за духовно развитым лидером, который ведет его к добру. Все. Но при этом он будет идти вообще абсолютно как робот и, значит, и не будет испытывать никаких угрызений совести, потому что он не слышит этот духовный голос. То есть, это люди, которые не в духовности. Им важно, за тем они идут. Наивный, если он идет за хорошими людьми, он тогда становится праведником. Хитрый, значит, хитрый может стать духовным только в одном случае. Если он поймет, реально поймет, на каком-то конкретном примере, что Бог управляет миром, он поймет, что Бог это, даже в материальном мире, Бог это величайший хозяин, что Тора это не только духовность ради духовности, а Тора это еще и система, если ты знаешь, как правильно, то в этом мире ты тоже будешь во всем преуспевать. И хитрый, если он до этого додумается или это узнает, тогда, так как он все свои шаги просчитывает, то есть, он очень такой продуманный, просчитанный, то тогда он сможет, изучая Тору, тоже подняться к Богу и стать праведником. Потому что хитрому, в принципе, его интересует только, чтобы ему материально было хорошо. А Тора дает также и материальный достаток тем людям, которые выполняют то, что нужно выполнять, и делают это правильно. Вот такая вот в 15-м отрывке скрыта очень глубокая мудрость. Теперь 16-й отрывок. 16-й отрывок. Значит, мудрый, переводится он так, хахам ире, весар мера. Значит, хахам это тот, кто, мы уже знаем, хахам это божественная мудрость. То есть, это те знания о мире Тора, которую создатель мира передал Шеробейну Моисею. И это знания, которые говорят о том, как работает мир с точки зрения, с точки зрения добра и зла. Бог установил, что такое добро, что такое зло, и Бога интересует только, по какому пути ты пойдешь. И вот эти вот пути добро-зло, они обозначены хахам, божественная мудрость. Теперь, чтобы было интересно, Бог сделал так, что вот это вот божественное знание, оно одевается на абсолютно животное, животное создание человека, у него есть абсолютно животное тело, и надевается на интеллект. Интеллект должен выбирать. Или ты идешь по божественной мудрости, по хахме, или ты идешь по стремлениям тела, или ты идешь по каким-то установкам, установкам, которые ты получил из внешнего мира. Понятно, да? Теперь, хахам, тот, кто мудрец Торы, да, который принимает на себя именно божественное управление собой и миром, написано, что он ире, он должен будет бояться, и тогда он только свернет со зла. Система как работает? Значит, Бог специально сделал, чтобы было равновесие, что человека, его животная натура ведет к греху. то есть, он хочет, он хочет, ну, в основном там все, все то, что считается грехом, это идет производная от животной натуры человека. Теперь, он дал хахму, которая говорит, божественная мудрость, что этого делать нельзя, это не делай, а это делай. Но хахма, это божественная мудрость, она не привлекательна. Например, вот сейчас будет шаббат, вот скоро начинается шаббат. Значит, я только приехал, у меня куча дел накопилось, да, мне Тора говорит, с заходом солнца пятница, все, заканчивай, заканчивай свою производительную деятельность, и день ты должен посвятить тому, чтобы вернуться к Богу. Все, день, не думай про дела, не разговаривай. Как же, у меня же столько дел, а Бог говорит, секундочку, кто в мире хозяин, ты или я? Кто вообще определяет результаты твоей работы? Ты или я? Конечно, Бог определяет. Поэтому все, шаббат, 24 часа мы проверим, на деле проверим, или ты в это веришь, или ты в это не веришь. Если ты в это веришь, тогда ты остановишь все свои действия, и будешь только молиться, и, значит, прославлять Бога, все, и изучать Тору. Вот это, чем ты должен заниматься в шаббат. И тогда воскресенье, шаббат заканчивается с выходом звезд в субботу, тогда вся твоя работа будет делаться, будет благословение на всей твоей работе. Понятно? Понятно. Теперь, но в это поверить сложно. Это, кто сказал, что это так? Да, это Тора, да, это Моисей получил на горе Синай, Тору передал, 3000 лет она передается, но когда тело говорит, что надо ехать на пляж, или надо ехать туда-то, или надо делать то-то, то вот эта вот божественная мудрость, она слетает, она легко слетает, потому что в материальном мире тело сильнее. И вот здесь может человека спасти только страх. Написано так, хахам ире, вэсур мера. Хахам, мудрец, будет бояться. Самая сильная эмоция, животная эмоция, которая управляет телом, это страх. Это самая сильная эмоция, инстинкт самосохранения, страх смерти. Хотите проверить, бросьте на человека паучка, или там постреляйте рядом с ним, то есть с телом такое начинает твориться, что невозможно остановиться. Значит, страх, самая сильная эмоция. И тогда нам царь Соломон от имени Бога говорит, хочешь быть хахамом, хочешь, чтобы у тебя божественная мудрость, она удерживалась, и она тобой управляла, ты должен бояться, ты должен бояться Бога, потому что, если ты не будешь бояться Бога, тебе не за что зацепиться, нет энергетики у вот этого желания служить Богу. То есть тебе должно быть страшно, что Бог тебя накажет, потому что Он реально тебя накажет. Если ты не будешь служить Богу, Бог тебя накажет. Проверь, все, кто шли против Бога, целые цивилизации, которые шли против Бога, которые грешили, которые занимались развратом, которые занимались грабежом, убийством и так далее, Все эти цивилизации стерты с лица земли, вообще пшк, и нету их, вообще нету. Очень смешно, когда фашисты и Макшмам, чтобы стерлось их имя, они кричали о каком-то тысячелетнем рейхе, будет тысяча лет, там все, строили навечно. 12 лет и все. За 12 лет просто как пылинку стерли и нету. То есть все, кто шли против Бога, они наказаны. Это факт мировой истории. И каждый человек в отдельности, если он идет против Бога, если он идет по пути зла, он будет наказан. Это факт. И когда ты начинаешь этого бояться, у тебя появляется энергетика, появляется сила соблюдать вот эту вот абстрактную, абсолютно абстрактное знание Тора, это просто рациональное абстрактное знание. И у тебя оно наполняется тогда энергией, потому что решит хохма и раташем. То есть начало хохмы, начало божественной мудрости, это именно страх перед Богом. И вот хохам, тот, кто хочет быть хохам, тот, кто хочет быть мудрецом, он будет бояться, бояться Бога и свернет он с греха. То есть он будет все время убегать от греха, уходить от греха. Уксиль. Ксиль это тот, который идет, грешит по своим животным побуждениям. Вот этот вот ксиль, он метабер у бутэах. Он нарушает, он все время нарушает границы. Метабер это он переходит границы в бутэах. И он уверен, что Бог его простит. Это смешно. Есть люди такие, да? Ну, Бог меня простит. Типа, что я буду нарушать? Бог меня простит. Бог меня простит. Бог меня простит. Почему? Почему Бог должен тебя простить? Ну, вот если вдуматься, да? Бог добрый, и Бог, он тебе посылать будет тысячу раз знати, чтобы ты перестал нарушать. Но когда ты уже, ну, как бы, время истечет, все равно накапливается, и идет расплата, идет раздача. Так оно происходит. Поэтому, поэтому ксиль, который грешит по своим вожделениям, то он нарушает, и он все время уверен, что все будет хорошо. А хахам, мудрец Торы, он боится согрешить. Написано тоже в Мишле, ашры, ишми, фахет, тамид. Счастлив человек, который все время боится. Да, чего он боится? Он боится согрешить. Всего остального он не боится. Зачем ему бояться тогда остального? Он бутэах, он должен быть уверен в Боге, если он боится согрешить. Понятно, да, идея? Хорошо. Теперь, значит, и последний на сегодня 17-й отрывок. 17-й отрывок, он такой. Значит, есть у человека вот эта вот эмоциональная сфера, она очень интересно устроена. Значит, вот у человека есть тело, ну оно запрограммировано инстинктами. Если у человека эмоциональная сфера, это та часть мозга, которая переводит картинки, которая переводит мысли в энергетику. То есть эмоциональная сфера, она берет вот эти вот абстрактные картиночки, да, которые человек воспринимает из окружающего мира. Что значит, что человек видит медведя в 20 метрах? Это всего лишь световые лучи, которые идут ему в глаза, бьют по палочкам, по колбочкам, и там дальше у него внутри вдруг появляется какая-то мысль. Просто мысль о медведе. Теперь, когда появляется у человека эта мысль о медведе, то, ну, что такое мысль о медведе? Просто мысль о медведе. Вот посмотрите, если вы увидите в General Geographic на экране, вы увидите медведя. Ну, медведь, отличный медведь. Но, если эта мысль о медведе попадает в голову и дальше соединяется с мыслью о том, что сейчас этот медведь может человека укусить, ну, там, наброситься на него, то в эмоциональной сфере пробуждается целая такая буря эмоциональная, шух, и она пошла по телу, включились инстинкты, и человек закричал, побежал и вообще, значит, испугался, то, что называется. То есть эмоции включаются у человека очень быстро. Теперь написано, что тот, кто гневается в сердце своем, как будто бы, как будто бы служит идолом. Значит, что значит, и вообще Тора, она очень негативно относится к гневу, то есть гнев, как явление, он запрещен практически во всех случаях. Гнев это как ад, то есть это сжигает гнев, вот эти все вещи, они сжигают человека. И, значит, Тора нам говорит, что ты не должен гневаться. Почему ты не должен гневаться? Все, что происходит во внешнем мире, кто это сделал? Это Бог сделал. Вот эта реальность, это Бог ее сделал. Если ты гневаешься, и ты говоришь, я с ней не согласен с этой реальностью, значит, ты против кого гневаешься? Ты против Бога гневаешься. То есть, великие мудрецы, самые великие мудрецы, они вообще не гневались. Они понимали, что все, что происходит, оно происходит под контролем Бога. И раз Бог это делает, значит, Бог, он знает, что он делает. Он нам сказал, что мы должны делать. Есть известная история, как одного великого мудреца спросили, а вы когда-то гневаетесь? Он говорит, вы знаете, когда у меня что-то меня не устраивает, то обычно люди гневаются, когда их что-то не устраивает. Он говорит, я иду проверить шелхонорух, как я должен действовать в этой ситуации. И пока я проверяю, как я должен действовать в этой ситуации, у меня, естественно, уже никакого гнева нет. Я всегда действую в своей жизни по шелхоноруху, по тому, как правильно надо действовать. Все, рационально. И в любой ситуации, которая вызывает гнев, есть какой-то рациональный способ, как надо действовать в этой ситуации. И гнев, он наоборот, он убирает любую рациональную мысль, и он человека превращает в животное. Теперь написано нам в 17-м отрывке, что тот, кто к цар апаем, то есть тот, кто быстро, он такой раздражительный, кто быстро гневается, он, ясэйвэлэд, он будет делать, что такое ивэлэд? Ивэлэд это сомнение в правильных вещах, да, ивэлэд это от слова улай, сомнение, сомневаться в боди, сомневаться в торе, то есть происходит какое-то событие. Человек говорит, вот очень часто я встречал от людей такое, что вот с ними происходят какие-то неприятности, и они в этот момент, они отходят от Бога. И я встречал других людей, которые именно благодаря неприятностям, они пришли к Богу, и которые пришли к пониманию, как правильно действовать. Вот только вчера я разговаривал с одним человеком, и он говорит, я там в молодости, я, значит, работал, работал, зарабатывал деньги любыми путями, потом все потерял, и слава Богу, что я все потерял, я понял, что тот путь, по которому я шел, это был путь в пропасть. Я изменил свой путь, я стал нормальным, добрым, честным человеком, и я потом заработал свои следующие деньги, ну и так далее, и так далее. То есть в чем здесь прикол? Что тот, кто начинает сразу гневаться, у него отключается голова. У него конкретно, моментально отключилась голова, и он, все, и он начинает сомневаться, что это Бог вообще, как он мог такое мне сделать? А Бог ему слал только с добрыми намерениями какой-то сигнал, он ему шлет сигнал, говорит, опомнись, опомнись, стой, остановись, да, все, это самое, понятно. Теперь Иш Мезимот написано, дальше продолжение этого отрывка, значит, сейчас. Кцар Апаем Ясей Велет, в Иш Мезимот Исне. Человек Мезимот, кто такой человек Мезимот будет ненавидеть? Ведь Мезима это злонамеренный, то есть есть люди, он, он вспыхнул, он такой вспыхнул весь, ага, в этом состоянии, он всяких там наговорил гадостей разных, там поругался, потом его отпустило, и он, значит, говорит, ой, извините вообще, что я такое сделал, давайте все, то есть он, знаете, спыльчивый и быстро отходящий. Это, это нехорошо быть вспыльчивым, но если ты быстро отошел, сделал шуву, извинился, стер это все, то можно, у меня, например, очень семья такая вспыльчивая, да, все в семье, но очень отходчивая, то есть это прямо у нас в семье все бывают вспыхивают, отошли, вспыхивают, отошли. Иногда смотришь, прям, вау, такой вспышка, потом, шух, через пять минут все нормально, да, а есть другие люди, они очень долго, им для того, чтобы вспыхнуть, они не могут вспыхнуть, они берут какую-то вещь, потом они эту вещь обдумывают, потом они ей придают значение, потом они верят в это значение, и они все, бам, они уже прямо затаили зло, это называется, затаили зло. И написано, что он будет, ишмазимот, злонамеренный, он будет ненавидеть. То есть, что получается? Человек, который поверил в какую-то злую идею, да, что кто-то что-то плохое сделал по отношению к нему, кто-то его не любит, кто-то делает ему зло, кто-то хочет ему зло, и он в эту идею реально поверил, ее в себе зацементировал, да, и начинает планировать на базе этой идеи какие-то ответные злобные действия, то он наполняется сеной, ненавистью. То есть, это даже хуже, чем гнев, потому что он живет тогда в мире ненависти. То есть, он у себя внутри посадил ядовитое растение, вот этот злонамеренный человек, который, и он живет в этом яду постоянно. Тот, кто вспыхнул, вот этот, да, к царапаем, который быстро вспыхнул, он вспыхнул, погас. Тот, который злонамеренный, он долго зажигался, 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 но когда он зажег себе вот это зло, оно начинает в нем работать, и дальше, что это будет, непонятно, потому что он становится такой прямо производитель зла. Поэтому, поэтому лучше, конечно, конечно, а есть же в этом еще одна очень важная вещь. Мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Это главный, один из главных первичных законов того, что происходит с каждым из нас в жизни. И если человек, он внутри постоянно производит зло, то он на себя привлекает, привлекает прям огромное зло. Если человек вспыхивает, с ним тоже случаются разные вспышки, он вспыхнул, погас, вспыхнул, погас. Но если он уже включает эту фабрику зла, то тогда он в нее же и попадает. Понятная идея. Поэтому, поэтому я вам желаю всем здоровья, счастья, успеха, доброты. Прощайте, просто отпустите. Все, что было, было, проехали. Прошлого нету, просто проехали. Все, что было, к лучшему. Все, что было, вот если все сразу отпустить, одним махом. Все. Это называется полная чува. Я новый, все, что было, не со мной. Все, что было, не со мной, помню. В общем, нужно, я считаю, что прошлое нужно оставить в прошлом. Сделать шуву одним махом, что все, что я делал раньше, кроме хороших дел. Это мы говорим как раз, когда отрадный дарим, когда есть освобождение от обедов перед Роша Шаной, перед Демки Пуром. Делается освобождение от обещаний и так далее. Мы говорим, что я одним словом просто прошу у Бога простить все мои грехи. Все, что я делал, все, что я ошибался, все, проехали. И начинается новый цикл. Вот я вам советую всем начать новый цикл с Роша Шана, чтобы вам новому Бог дал совершенно новую, совершенно позитивную жизнь, денег, очень много, чтобы было достаток. Богатый это тот, кому хватает. Чтобы вам хватало на все ваши желания, на все ваши нужды, чтобы у вас было много здоровья, чтобы у вас было много счастья, много любви. Чтобы было прекрасное настроение и духовный, материальный, физический рост с Божьей помощью, чтобы у вас был следующий год прямо прекрасный. Это я вам желаю. И желаю, больше всего вам желаю желать добра, только добра своим близким, своим детям, своему окружению. Желайте, чем вы больше производите добра, искреннего добра, тем больше к вам возвращается. Все, друзья, удачи, успехов, шаббат, шалом, шаббат, шалом, удачи, успехов. Все, напишите три своих вывода. Обязательно у вас, если были какие-то идеи, их было много, напишите три вывода, своих прямо, три главных вывода, три идеи, которые вы хотите взять из этого урока и использовать в своей жизни. Все, удачи, успехов, шаббат, шалом.